Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. Мы с вами продолжаем изучать материки, знакомиться с особенностями их природы, и сегодня переходим к изучению следующего материка. Тема урока «Географическое положение Южной Америки. Открытие и исследование материка – рельеф и полезные ископаемые». Сегодня на уроке мы познакомимся с географическим положением Южной Америки, узнаем о ее крайних точках и протяженности, о формах рельефа и полезных ископаемых. Откуда появилось название «Америка» достоверно неизвестно. Во всяком случае, первооткрыватель материка такого слова не знал. Большинство ученых считает, что название Америка появилось на картах в честь Америка Веспуччи, совершившего к берегам материка два путешествия и нанесшего на карту значительную часть его восточного побережья. Южная Америка – высочайшие горы и обширные низменности, влажная духота тропического леса и сползающие в океан ледники, от которых откалываются огромные айсберги. Самая сухая пустыня планеты, о берега которой разбиваются волны Великого океана. Самая полноводная река мира, рядом с которой любая другая река мира, все равно, что ручей. Самый большой лес земли и самый длинный горный хребет, самая большая в мире кувшинка. Животные всю жизнь проводят низ головой. Гигантские водяные змеи, пресноводные дельфины, электрические скаты и страшно кровожадные рыбки длиной всего лишь с ладонь. По географическому положению Южная Америка входит в группу южных материков, как и Африка. Южная Америка лежит на экваторе. Часть Америки связана узкой полоской земли с другим материком Северной Америкой. Эта полоска земли называется Панамским перешейком. Через этот участок суши прорыт судоходный Панамский канал, который связывает Атлантические и Тихие океаны. До его появления путь из одного океана в другой лежал вокруг южной оконечности Южной Америки через пролив Трейка или Магелланов пролив. Этот путь был не только значительно длиннее, но и опаснее. Южную Америку экватор не делит пополам, он пересекает ее в самой северной части. Большая ее часть расположена к югу от экватора. Относительно нулевого меридиана Южная Америка полностью находится в западном полушарии. В средней части Южная Америка пересекается южным тропиком. Южная оконечность материка находится всего лишь в тысячи километров от берегов Антарктиды. Площадь Южной Америки составляет 17,8 миллионов квадратных километров, а с островами в 18,3 миллион квадратных километров. Южная Америка располагается в экваториальном, субэкваториальном, тропическом, субтропическом и умеренном климатических поясах. Материк Южная Америка сильно вытянут с севера на юг, протянувшись более чем на 7 тысяч километров. Запада на восток в наиболее широкой части около пяти тысяч километров, однако по большей части его протяженность небольшая и континент сужается к своей южной оконечности. Крайние точки Южной Америки – северная, мыс Галиинос – 12 градусов северной широты и 71 градус западной долготы. Южная мыс Фроор – 53 градуса южной широты и 71 градус западной долготы. Западная мыс Париньяс – 4 градуса южной широты и 81 градус западной долготы. Восточная мыс Кабубранку – 7 градусов южной широты и 34 градуса западной долготы. На востоке материк омывается водами Атлантического океана, на западе – Тихого океана. Береговая линия изрезана очень слабо, довольно сильно расчленена лишь южная часть Тихоокеанского побережья. Здесь же вдоль берегов протягивается архипелаг Чилийских островов. На юге к Южной Америке примыкает архипелаг островов Огненная земля. Название самому большому острову дал Фернан Магеллан, проходя на судах по длинному и узкому Магелланову проливу. Люди не сразу поняли, что существует две Америки – Северная и Южная. Да и само название появилось не сразу. Первоначально земли, открытые на другом берегу Атлантического океана, называли просто Новый Свет. Открыватель этого материка известен. Это человек сложной судьбы, итальянец, состоявший на службе сначала у португальского, а потом у испанского короля – Христофор Коломб. Или, как его называли в Испании, Крестобаль Колон – великий мореплаватель, открыватель нового материка. Однако Коломб не собирался открывать материк. Он хотел попасть в Индию. А если не получится в Индию, то тогда в Японию. Оба эти государства были исключительно привлекательны для европейцев. Богатейшие страны, производящие множество необходимых и интересных товаров, манили купцов. Коломб предлагал нечто совершенно невероятное – двигаться не на восток, в сторону Индии, а в противоположную сторону и достичь заветной цели, обогнув земной шар. Потребовались долгие годы для того, чтобы получить средства для этой экспедиции. И вот 3 августа 1492 года из гавани испанского порта Палос вышли три каравеллы под командованием адмирала Колумба. Корабли сначала сместились на юг, где попали в полосу действия пассатов. Плавание через океан продолжалось чуть больше месяца. Так долго, ни по своей воле, еще никто не проводил в открытом море, не видя берегов. Моряки пытались вынудить адмирала повернуть назад, но Колумб, подавив несколько таких выступлений, уверенно держал курс на запад. Наконец, стали попадаться явные признаки приближающейся суши. Вечером 12 октября 1492 года раздался долгожданный крик – земля. Матрос заметил темную полоску гористой суши. Это был небольшой остров, который Колумб назвал Сан-Сальвадор, святой спаситель. Вступив на его землю, он объявил открытую землю собственностью испанской королевы, давшей ему денег на снаряжение кораблей. Позднее он открыл еще несколько островов, и среди них самый крупный – Куба. Итак, дату 12 октября 1492 года можно назвать датой открытия Америки. Правда, сам Колумб был уверен, что открыл какие-то острова возле берегов Индии. Позже, как выяснилось, что это не так, для этих островов стали применять название Вест-Индия, то есть Западная Индия. Оно и сейчас используется для обозначения этой части Америки. Мысль о том, что новые земли, открытые Колумбом, это новая часть света, впервые была высказана итальянцам Америку Веспуччи. Америка участвовал в нескольких плаваний к берегам этих земель и составил их первое описание. Настоящие исследования материка начались позднее. Одним из первых исследователей природы был известный немецкий путешественник и географ Александр Гумбольд. В самом начале 19 века с французским ботаником Эмми Бонпланом он собрал и обобщил большой географический материал об особенностях природы южноамериканского континента. Он обосновал идеи высотной поясности на примере Гор-Анд, описал природу холодного течения у его западных берегов, выявил геологическое строение отдельных территорий. Результаты исследований были настолько грандиозны, что современник назвали проделанную им работу вторым открытием Америки. Русская экспедиция под руководством Григория Лансдорфа исследовала внутренние районы Бразилии. Ей впервые удалось пересечь эту огромную страну строго с юга на север и выйти к берегам Амазонки. Как и в Африке, здесь работал Николай Вавилов, чья экспедиция провела в Южной Америке три года. Он установил географические центры древних очагов земледелия и происхождений некоторых культурных растений, родиной которых является Южная Америка. Рельеф Южной Америки поражает своей контрастностью. На материке расположена и обширная низменность земли, амазонская, и самая длинная горная цепь планеты, Анды. Наличие этих двух форм рельефа позволяют разделить Южную Америку на две части. Восток занят равнинами, а на западе протянулись горные цепи Ант. Восточная часть материка лежит на древней южной американской платформе. Это определяет почти полное отсутствие в ее пределах активных геологических процессов. Здесь нет действующих вулканов и крайне редко случаются землетрясения. Однако платформенное строение совсем не означает существование здесь однообразного плоского рельефа. Поверхность платформы может иметь как выступы, так и прогибы. На выступах Южноамериканской платформы расположены два плоскогорья – гвианская и бразильская. В прошлом здесь возникло много древних разломов, по которым изливались огромные потоки лавы. А еще большие объемы магм из недр земли так и не смогли прорваться на поверхность. Они образовали многочисленные магматические тела, залегающие на разной глубине. На плоскогорьях очень интенсивно шли процессы выветривания. В результате их поверхность выглядит очень разнообразно. Есть и холмы округлой формы, и глубокие ущелья. А самое удивительное явление, которое можно увидеть здесь и больше нигде в мире – это Мезус или Типуи. Их можно встретить Венесуэли на одном из участков Южноамериканского плоскогорья, который называется Гранд Сабана. Это стволообразные горы с крутыми, почти отвесными склонами и плоскими вершинами. Высота их составляет несколько сотен метров, а самые высокие из них выше 2000 метров. Прогибов поверхности платформ расположены низменности Амазонская, Лаплатская и Оренокская. Одна из них, Амазонская, является самой большой низменностью планеты. Ее площадь 5 миллионов квадратных километров. Это выровненная, почти горизонтальная поверхность, по которой протекает величайшая река планеты – Амазонка. Именно наносами этой реки и сложена поверхность низменности. Большая часть Амазонской низменности занята тропическими лесами, которые в Южной Америке называют не джунглями, а сельвой. Амазонская сельва – самый большой лес на нашей планете. Континент Южная Америка является частью одноименной литосферной плиты. С запада на нее надвигается другая литосферная плита – Тихоокеанская, которая своим краем как будто ныряет под южноамериканскую литосферную плиту. Здесь создается область сжатия. В результате западный край континента складывается в горные складки. Так образовались горы Анды. Вдоль западных берегов материка протянулись горные хребты Анд. Анды – это не один, а два параллельных горных хребта – Восточная Кордильера и Западная Кордильера. Между этими двумя хребтами лежат обширные плоскогорья и плата, высота которых достигает 4000 метров над уровнем моря. Анды – самая длинная горная система мира. Это одни из высочайших гор на Земле. Несколько вершин в Андах превышает 6 километров, а высшая точка Южной Америки – гора Аканкагуа – немного не дотягивается, до 7 километров. В западной Кордильере много действующих вулканов. Эта цепь вулканов является частью Тихоокеанского огненного кольца. Некоторые из вулканов достигают значительной высоты. Например, вулкан Катапахи в Эквадоре имеет высоту 5897 метров. В западной части Южной Америки часто землетрясение, нередко имеющий разрушительный характер. Океаническая плита в западной части материка соскальзывает под плиту с материковой корой, тем самым образуются глубоководные желоба. На физической карте можно увидеть перуанский и чилийский желоба. Разнообразие геологических условий в Южной Америке определяет и разнообразие полезных ископаемых. Их набор не одинаков в западной и восточной частях материка. На западе в Андах преобладают рудные полезные ископаемые. Страны, по территориям которых проходит горный пояс Южной Америки, богаты оловом, молебденом, серебром. Главное богатство этих гор – медные руды. На земле нет другого района, который бы также был богат медью. Полезные ископаемые в восточной части материка более разнообразны. На плоскогорьях и на горьях, где близко к поверхности залегают древние кристаллические породы многорудных полезных ископаемых. Железные, марганцевые, никелевые, оловянные руды, а также руды алюминия, бокситы. Этими видами ресурсов страны, расположенные в восточной части материка, обеспечены хорошо. На низменных территориях, там, где кристаллическое основание платформы перекрыто мощной толщей осадочных горных пород, обнаружены значительные запасы нефти, природного газа, угля, фосфоритов. Южную Америку можно считать материком очень богатым полезными ископаемыми, но далеко не все геологические открытия здесь уже сделаны. Ребята, а теперь давайте закрепим свои полученные знания на уроке. Предлагаю вам небольшой тест. Южную Америку открыл правильный ответ Христофор Колумб. Южная Америка отделена от Северной Америки Панамским Перешейком, Северным Тропиком, Проливом Дрейка, Гибралтарским Проливом. Правильный ответ Панамским Перешейком. В Южной Америке находится величайшая равнина мира Оренокская, Бразильская, Амазонская. Правильный ответ Амазонская низменность. По особенностям рельефа территория Южной Америки может быть разделена на Северную и Южную части, равнина Плоскогорный Восток и Высокогорный Запад, Западную, Центральную и Восточную части, Северную с Центральной и Южной части. Правильный ответ равнина Плоскогорный Восток и Высокогорный Запад. Ребята, ставьте пропущенные слова в тексте. Материк Южной Америка относительно экватора расположен в Северном и Южном полушариях. Относительно нулевого меридиана материк расположен в Западном полушарии. Материк на Западе омывается Тихим океаном на Востоке Атлантическим. Береговая линия материка слабо изрезана. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания.